добрый день друзья добрый день и сегодня 3 января и мы должны были записать подкаст на кухне и в то же самое время друг арню и в то же самое время у камина и мы решили сегодня все совместить в одно и записать все вместе и плюс поздравления поздравления с новым годом новым 2022 годом пусть он придет вашу жизнь золотым веком веком счастья удачи любви искренности открытости здоровья всего того что вы сами себе пожелаете придумать я тоже поздравляю всех с новым годом с 2022 и точно так же я желаю всем здоровья счастья мудрости искренности и любви и вот кстати я когда смотрела поздравления на инстаграме и очень многие люди начинали с того что 21 год был тяжелым был неудачным был больным и пусть 22 будет лучше а вы знаете как заснули так и проснетесь как провели так и встретите и давайте мы развернемся и поблагодарим 21 год за то что он у нас был за то что мы его прожили за то что был еще один год и он был счастливым и вспомним те радостные счастливые моменты у каждого которые были которые наполнят основой счастья 22 год даже пусть и не радостные но они принесли нам опыт они принесли нам знания и есть за что поблагодарить 21 год не опуститься на уровень что он был тяжелый плохой а подняться с благодарностью и любовью за то что он был за то что вы прожили еще один год стали опытнее стали мудрее стали лучше чище искреннее и так далее и великая благодарность этому году за то что он был меня сегодня есть предложение поговорить на самую табуированную тему то что даже вслух произносить нельзя потому что ты можешь попасть под шквал огня со стороны религии либо со стороны фанатиков либо но в любом случае это будет осуждение давайте мы поговорим о боге но мы не будем использовать концепции которые есть в религии мы не будем опираться на те догмы ограничивающие которые сегодня есть в социуме которые вот с рождения привык делать так а не иначе да если сидя на тех же самых ритуалах мы будем говорить о том что есть бог в психике мы понимаем что догмы они уже существуют и человек который родился его тут же там покрестили его тут же сводили в храм причастили еще что то еще что то у него уже выстроенная модель поведения и модель восприятия бога где-то и дальше он уже не думает потому что дальше думать запрещено так сказать он в капсуле уже уже в готовой капсуле да мы попытаемся вот эти рамки раздвинуть вот вы знаете аналогичный пример а вот в племенах африканских есть племена где мальчикам 6 лет вырывают все зубы и в этих племенах не могут объяснить почему вот именно всем мальчикам должны вырвать 6 лет зубы но к 6 годам есть мальчики у которых зубы например передние уже поменялись и уже зубы не молочные а те которые постоянные и вырвав их они остаются без зубов а есть мальчики у кого еще не успели вырасти новые зубы и поэтому вырвав они получают полный рот новых но зачастую очень кривых и когда смотришь на улыбки вот этих вот племен особенно у мужчин они ну реально нуждаются в хорошем стоматологе который или как-то ортодонте да который просто поставит им ровно зубы плюс сделает там где не выросли которые вырвали и когда мы спросили вот в этом племени а зачем вырывают говорят традиция такая откуда повелась традиция ну там когда-то вождю там когда-то удаляли все зубы и вот это сложилось и сегодня никто не может вспомнить того вождя никто не вспомнит эту традицию откуда она повелась а традиция зверская да и точно так же у нас религиозная традиция человек не задумывается не выходит за рамки а зачем ему вырвали зубы да зачем вот происходит все именно так зачем даже не задается этим вопросом. Он просто несет это. Он просто несет это, не думает. Совершает это, да, всегда. Со своими детьми дети, со своими детьми. Пошло-пошло. Автоматизм. Но Бог же он не автомат? Наверное. Давайте мы поищем, где может находиться Бог через логику рассуждения, через наш опыт и через наши те знания, которые у нас сегодня есть уже по психике, которые описаны в этих книгах. Замечу, здесь полностью разрисованы структуры психики, коллективного, осознаваемого, неосознаваемого, на каком слое, на каком уровне какая информация записана. В принципе, вот в книге «Инфодайнинг знаний», в книге «Коллективное бессознательное» даже есть такие схематические выкладки, даже есть ссылки на манускрипты, на зеркальные перетражения и так далее. Все это мы описывали. Все это как знание, это уже выдано. И все это написано на основании практической, результативной работы. Работа с людьми, работа с детьми, работа с заболеваниями. То есть это наш опыт, который мы смогли описать. Где для тебя Бог? И что для тебя Бог? И кто для тебя Бог? Сразу три вопроса. Где, что и кто? Да, и вопрос такой, и кажется, каждый скажет, да, конечно, это мы, это мы все частички Бога, Он в нас. И Он за нами. А суть, а суть и здесь не каждый услышит на самом деле. Да, можно сказать, я могу ответить, Бог это я, да, но при этом скажут, а поясни там, или а что это такое? Ты возгордилась? Да, ты... У тебя это? Да, да. А на самом деле Бог это моя самая сильная, искренняя часть. И даже это не часть, это я. Я сама та самая настоящая, искренняя. Вот именно полностью та искренняя, целая я. И это я сокрыто сутью человеческой глубоко-глубоко-глубоко в психике, в точке. В то время, как сама психика огромная продолжает играть и выстраивать вот весь внешний мир, это все продукт нашей психики, соответственно, она распространена на весь этот внешний мир. И у каждого он свой. И когда человек воспринимает и говорит, так это же тоже я, да, это тоже я, зеркало тоже я. И в то же самое время, смотрите, как по парадоксу интересно получается, если вы Бога отделили от себя и вынесли только во внешнем, говорите, он там, где-то на небесах. В космосе не нашли его. И в других галактиках не нашли. И в Млечном Пути не нашли. Если брать Бога как физический объект, его не нашли. Если брать Бога как энергию, его не нашли. Если взять Бога как тончайшее знание, его тоже не нашли. Оно бесконечно. И получается, что как бы его нет, но в то же самое время даже математически его доказали, что он есть. Да, какой интересный парадокс. Ну как же, меня нет и я есть. А кто то я, которая смотрит на эти руки, ноги, которая управляет этим телом, то искреннее и настоящее я, которое закрыто кучей шаблонов. А как рождается шаблон? Шаблоны ограждаются, личность ложная рождается через ограничения. Вот сказали ребенку, так не делай. Ребенок не знает, как себя вести, мама начинает кричать, ребенок копирует с мамой поведение. Значит, если я поступаю так, то на меня надо вот так кричать. Если я делаю так, то на меня вот так. И методом копирования с родителей, со знакомых, с друзей, опять-таки, с собратьев, сестер религиозных и так далее идет загрузка информации в ребенка. Ребенок как чистый лист все это загружает, но каждая такая загрузка информации такой, она ограничивает ребенка. И благодаря этому ограничению создается ложная личность. Та личность, которая не я, которая не искренняя, которая не открытая, которая ограниченная. Да, которая... Это как шмотка. Из общей ткани сшито пальто, потом куртка, потом кофта, потом еще что-то. И у человека таких шмоток в жизни очень много. И он их накапливает, 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 накапливает всю жизнь и не осознает. А так как Бог вынесен, то здесь рулят программы. Программы, которые прописаны у нас на уровне физического тела, инстинктами. Программы, которые прописаны в нас в психике. Вот смотрите, человек рождается на свет, он рождается светом, он рождается свободным. Вот свободным рождается. И первое, что начинается, это с родителей, ограничение родителей. Начинается там какие-то... Что там не делают? Даже кормить этим можно, этим нельзя. Укутывание это нельзя, да? Вот смотрите. Панкерсы можно, нельзя. Пеленки можно, нельзя. А это ведь все уже впитывается в ребенка. Хоть он еще неосознан, он еще свободный, но при этом уже идет подпитка. Потом крещение. И смотрите, ребенка, ребенка как в капсулу. Смотрите, как получается. Человек рождается свободным. Можно, давайте образно, если представить. Человек рождается в любой атмосфере. Вот допустим, в воду. Рождается в воду, он рождается свободным. Да, свободным. Он может дышать под водой, он может дышать на воздухе, может дышать одновременно. Но он родившись, его тут же в этом ограничивают. Его как в капсулу. Ты уже не можешь плыть, потому что ты должен, 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 прошу заметить, только дышать воздухом. Ты не можешь дышать водой. Все, он в капсуле, вот он, программа. И это первые программы, первые ограничения. И они дальше, дальше, дальше. А потом уже человек сам, растя, он уже свои программы впитывает на основании уже программ родителей. И пошло школа, и пошло дальше. Замечу, то же самое старение, старение. Вот обратите внимание, есть люди, которые начинают стареть с 20 лет. Вот уже смотришь, у них меняется фигура, появляется лысина, появляются характерные пошаркивание, кряхтение там и так далее. То есть ты понимаешь, еще перед тобой молодая девушка, она уже выглядит за 40, да. И то же самое с мужчинами. С мужчинами вообще, я встречала парня, которому было 23 года, выглядело за 60, да. И я смотрела на него и думала, блин, а какое же должно быть программное обеспечение в голове, когда ты в 23 уже старик. А оказывается, мы все копируем. Мы все копируем с наших бабушек, дедушек. И программы старения, они тоже идут загрузкой. Они тоже идут как вирус. И можно сохранять и молодость, и здоровье, когда ты это осознаешь и осознанно удаляешь. Потому что ты уже в детстве это загрузил. Потому что это принято в коллективном. Так что же такое коллективное? Давайте сменим сейчас терминологию, да. И тогда легче будет искать Бога. Если мы не сделаем, не подойдем, что есть субъективное, есть объективное. Или есть я, есть не я. А давайте мы посмотрим. Есть внутреннее, есть внешнее. А давайте мы посмотрим. Это все одно и то же. Есть индивидуальное, и есть коллективное, проявленное. То есть я смотрюсь в зеркало из людей, как каждый человек есть частичка моего я. И это мой кусочек, мое отражение. И в моменте здесь и сейчас он будет отражаться во мне. Но при этом это все для меня коллективное. но есть я индивидуальное. И если это индивидуальное самоосознающееся, и при этом оно смогло прийти к себе искреннему и открытому, с любовью, благодарностью, взять на себя ответственность за создание вот этого коллективного, тогда получается, оно имеет возможность полностью управлять процессом создания коллективного. И такие примеры в истории вы были. В истории, вы знаете, были их много. И это люди особо их назвали там святыми и так далее. Многие из них потом к этому лику были причислены, хотя они не обладали этими знаниями, этими способностями. Обычно говорят так о старцах, о суфиях. Есть люди с широким сознанием. И при этом по парадоксу, смотрите, как религия, когда говорим о широком сознании, вот недавно опять-таки ролик попался на глазах. Широкое сознание? Нет, если у тебя расширение сознания, значит, у тебя бес внутри. Значит, ты отдал свое сознание бесам. Если ты направил взор, внимание в себя, все, ты там беса встретил. И страх, страх развернуться к себе, и страх открыть себя, искреннего и настоящего. И получается, индивидуальность вот на этих вот ограничениях, она размазывается и остается только коллективной. Да, потому что индивидуальность – это страшно. Туда нельзя. Туда запрет. И обратите внимание, всегда, на что всегда первый был акцент, что удалить, стереть индивидуальное. Индивидуальное. И стараются, и сейчас, вот все, что происходит в обществе, максимально направлено на то, на то, чтобы стереть индивидуальность. Потому что, если индивидуальность сама осознается, то она осознает, что она полностью управляет коллективным. Если индивидуальность размазать и ослабить, то есть вынести полностью в коллективное, то тогда можно. То тогда ею можно управлять. И она перестает быть индивидуальностью. Вопрос, что надо сделать для того, чтобы ослабить индивидуальность и вынести полностью в коллективное? Для этого надо вынести силу человека в коллективное. В не я. Ту настоящую силу вынести в не я. Ту искреннюю силу вынести в не я. А это вынести Бога. Иллюзию. Иллюзию. Создать иллюзию. Создать иллюзию. Создать иллюзию объективной реальности. И вот смотрите, какая тема открывается. Получается, когда у меня Бог во внешнем, то его нет во мне. И я его ищу снаружи. Появляется игра. Появляется время. И эта игра полностью неосознаваемая, потому что я при этом теряю себя как часть Бога. Я слаб. Я слаб. Я слаб. Я под Богом. Мы все под Богом. И при этом ответственность тут же раз и вынесена на Бога. И она вынесена в коллективное. Бог знает, что дает. И тогда кто дает? Бог знает, что выбирает. Тогда дает коллективное. Вот вам 17-й год. Вот вам репрессии. Вот вам воины. Вот вам на какой частоте дает коллективное обратку. Потому что в это время вынесенное индивидуальное, отсутствующее индивидуальное, да, находится в услужении, вне любви к себе, вне принятия себя, вне осознанности полной. Полный автоматический режим на программе должен. Так где Бог? И кто есть Бог? И как прийти к Богу? А вспомните старцев. Вот мне очень понравился недавно отрывок из фильма «Остров», когда там приехал поп на остров учить старцев как правильно молиться. не смотрел этот отрывок, хороший отрывок. Приехал, а там три рассказывают, что вот в бурю они спаслись, на острове остались и пообещали Богу, что не уйдут с этого острова. А как молитесь? Да, там Бог наш, вспомилуй нас, там что-то такое, простые слова. Поп там учит «Нет, неправильно молитесь», и дал молитву. И потом попа плывает, а они по воде за ним бегут. Мы забыли молитву. И все, и у них, и у них, наверное, все плохо сразу, да? Нет, у них все хорошо, такого попа. Все плохо. Непонятно, да. Он всю жизнь молился правильными молитвами, но не домолился до того, к чему человек пришел в искренности. В искренности, когда он искренен сам с собой. Не с кем-то. И по сути дела, это цель, вообще цель инкарнации, цель рождения, цель прихода в жизнь. Открыть в себе Бога, открыть в себе искренность. Открыть вот эту настоящесть, искру вот эту. Открыть того, кто ты есть на самом деле. И оказывается, все искры у Бога разные, как разные снежинки. И вот в этой искренности человек находит, находит все. Но для этого надо вернуть ответственность в себя, вернуть знания Бога в себя. И тогда у человека доступны все знания, потому что я у всех одно. Но в это очень тяжело поверить. И еще сложнее открыть в себе искренность. Ведь можно сказать словами, что такое искренность, а что такое осознанность. А прожить вот это на опыте материального мира, это нереально сложно. Это очень много опыта в проживании, страдании, служении, долженствовании и так далее с полным осознанием. А кто осознает? Очень редко кто осознает. Люди не задумываются, что они делают. Сразу, если Бог у тебя вынесен в коллективное, значит, Он там, и Он определяет твою жизнь. И значит, от чего задумываться, если это Его ответственность? Я потом предстану перед судом, пред Ним. Пред кем? Пред собой, за 30 минут до смерти, когда поймешь, что ты профукал эту жизнь, что ты опять ушел от себя еще дальше. И еще больше ушел. И навешал на себя еще больше ролей, и еще больше камней скопил в своем рюкзаке, который ты не осознал. А это все роли, это все роли, 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 где ты не настоящий, где ты не искренний, где ты не являешься самим собой. И тогда очень понятно становится, почему мы болеем, для чего, зачем. Тогда становишься уже благодарным боли, болезни, потому что ты осознаешь суть болезни, суть боли. Да вообще, вот просто поднялась температура, насморк, кашель. Человек лежит в кровати, встать не может. Где все внимание человека? За что он не? Не. За что? Это когда он уже выздоравливает, когда он уже играть начинает, когда уже актриса или актер Погорелова театра родился, а когда актер еще не включился, когда он распластан, в роли все отключены, и ему плохо, температура горит. Он где? Он где? Он в себя идет. Он разворачивается. Он разворачивается к себе и смотрит на себя, голова перед собой. Вот я вот такой. Вот я сейчас такой, слабый, мощно истощенный. Почему такой? Потому что вынес все ответственность за свою жизнь из себя. Потому что все виноваты, только не я. Потому что живу на низких частотах в вине, в обиде, в злости, в агрессии. Это опять-таки, когда ты осознаешь. Это когда ты осознаешь. Но вот этот момент дан тебе через болезнь, осознай, вот он уже открыт. Вот у тебя есть разворот. Ты сам себе развернул, себя к себе. Вперед. А человек все равно продолжает барахтаться, обвинять, злиться, переживать, еще больше притягивать страхов. И ковыряется, 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 глубже, глубже, зарывается, еще зарывается. Вот этот момент, когда можно развернуться к себе и начать осознавать, тогда болезнь очень быстро выключается без лекарств. Но человек не хочет вообще даже думать, ой, у меня голова отключена. Правильно, программа ума отключена. Но сознание-то у тебя не отключено. И ты можешь осознать. И у тебя все дано для осознания в этой истории. Но человек в этой истории что делает? Идет и быстренько глушит ее таблетками, чтобы только к себе не повернуться. И тогда тот я, Бог искренний, настоящий, говорит, ну хорошо, сейчас таблетки. Давай, значит, будет повтор истории. Давай, тогда будет серьезнее болезнь. Мы тогда с этой стороны еще подойдем. И если вся жизнь такая идет, значит, накатом. Ну, значит, может, в следующей жизни осознаешься. Давай, тогда тело поменяем. И пошла следующая жизнь. И так день, ночь. Жизнь, смерть. И человек идет по циклу. Всего лишь надо, всего лишь на самом деле вернуться к себе. И этот разворот очень болезненный. Болезненный, потому что, как правило, в основе разворота лежит страх увидеть себя голым перед собой, настоящим, искренним. непрощение себя. Непрощение за что-то. Отказ от себя. И вот это так страшно увидеть. Предательство себя. Очень часто предательство себя. Как вы предаете себя. Как вы разворачиваетесь. Те, кто с нами работают, знают, мы все равно в эту точку приведем и носом засунем. Как котенка, который стоит возле молочка и воет, что он голодный. А ты его берешь, этого котенка, в молочко, он начинает пить. Все. Вот так вот мы тоже приводим. Но приводим. Это кусок пути, который человек проходит сам. Ну не приводим, я не так сказала. Конечно, мы разворачиваем. Разворачиваем и каждый раз показываем вот туда дорогу. Иногда больно разворачиваем. Больно разворачиваем. Неприятно иногда слышать жесткие вещи. А как развернуть? Если этот ржавый механизм уже не поворачивается. Если человек панически боится сам себя и лжет себе, изворачивается, чтобы в этом не признался. Выносит ответственность. До последнего. До последнего. Да даже даже такие мелкие примеры. Уже все. Уже понятно, куда двигаться. Уже понятно, куда идти. Надо просто взять ручку, тетрадку, начать работать, начать ососновать. Если ты в болезни, то вот в эти моменты, когда полностью отключается программа ума, работает только сознание. Просто взять и делать. Взять и работать. Включить сознание и работать. Это сила. Это сила Бога. Она есть в каждом человеке. Как у Мария Сева, когда он полз. Если бы он не полз, он бы не выполз. Он бы погиб. Но он полз, он хотел. И вот этот момент разворота к себе для многих людей бывает такой болезненный. Равносильно, как напиться таблеток, тот же, ой, я еще того посмотрю, я еще того психолога, а я еще на те тренинги схожу, а я еще это послушаю, пошел разжатывать. И снова выскочил. И это бывает в те моменты, когда надо сесть и сделать, а у человека раз такая замануха, он поиграющий, он и ушел на новый круг, на расширение. И усугубил ситуацию. Вот это, знаете, что уносит? Лень. Еще помогает. Ну, еще ты вот тут. И пошел. Здесь же надо разбираться, сидеть, писать, работать, осознавать. А тут раз предложение появилось, и пошел с удовольствием. И скажет тогда, какая лень, я столько работал. Да? Где? Где-то. Где-то. Но не с собой. Я столько играл в игры, я столько играл в игры, тренинги, я столько играл в игры, в чужие игры. Я столько играл, 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 а вернуться к себе так и не смог. Для этого надо выбрать одну дорогу, по которой просто тупо взять и пройти. И это твоя дорога. Она персональная, она личная. И на этой дороге ты действительно увидишь то, что тебе надо для того, чтобы пройти ее. Но это сложно, потому что идешь к себе. К себе искреннему и настоящему. И, наверное, самое сложное, это вот последние этапы, когда уже приближаешься, это отработка злости, особенно подавленной злости. Мы же все такие хорошие, мы же все такие добрые. Наши злости нет. А если злость мы в себе обнаружили, ой, я удалила. А можно ли удалить злость? Хоть один человек задумывался. Вот оно вранье. Невозможно. Невозможно. Мы это на тренингах давали прожить и прочувствовать людям. Невозможно удалить злость. Она часть тебя. Невозможно себе самому отрезать руку, ногу и так далее. Весь спектр игры у тебя. Только ты выбираешь, как реагировать, какую ноту в себе включать. Осознанно. Это когда у тебя голова работает. Когда ты не робот. А вот как сделать из человека робота? Легко. На самом деле. Очень легко и просто. Знаете, даже есть в Библии есть. Я только не знаю, по-моему, в Библии правильно я говорю. Есть такой «не сотвори себе кумира». Так вот раньше я понимала, что нельзя поклоняться чему-то. А знаете, я сейчас понимаю это гораздо глубже. «Не сотвори себе кумира» – это любой выход твой в чужую игру. Вот не сотвори себе, не уйди в чужую игру. А будь всегда с собой, будь всегда в себе. В себе ключевое, да? Будь в сознании. В себе, в сознании. В сознании, да. Да. А смотри, опять-таки, я только сейчас задумалась, не сотвори себе кумира, а вынося Бога. Мы же делаем из него кумира. Кумира. Так, естественно, это игра. Да, чужая игра. Мы тут же создаём чужую игру. Всё, чужую игру коллективную. И тогда коллективная рулит в вашей жизни. И тогда оно является объективным, неосознаваемым, объективным для вас. И оно тогда определяет, какую жизнь вы будете жить. И в какие игры вы будете играть. И тогда вы, да, щепка плывущая на волнах этой жизни. Да. И сейчас можно вот, нормально вполне понимаем, осознаём, что на нас смотрите сейчас, и можно сказать, вы такие умные, тут рассуждаете, а вы как? У вас там что-то там в жизни, почему у вас там то-то, может, не получается? Или почему вы не можете взмокнуть правым крылом, чтобы поплыли там что-то, левым, чтобы, да? Потому что мы осознаём суть игры, да? Суть жизни на самом деле. Но мы тоже учимся. И тоже проходим это. Мы проходим. И на самом деле осознавая то, что тот уровень, на котором мы сидим, ну уровень, назвать это так, осознание, уровень сознания. Те осознания, которые случаются сейчас. Да, сейчас они совершенно другие. Ты просто начинаешь ловить, вот молниеносно у тебя какая-то ситуация в жизни подворачивается. И ты уже, у тебя сразу срабатывает, кстати, срабатывает, как тот же автомат. Это тоже, только другого уровня автомат, именно уровня знаний. Когда ты уже свою осознанность выводишь на, тоже на автоматический уровень. Потому что мы, живя в жизни, мы не можем быть постоянно в моменте здесь и сейчас. Какие-то всё равно. Это очень сложно. Оно можно, но тогда ты просто, ну ты просто не будешь проживать интересную жизнь. Если у тебя, а можно, знаете как, вот то, что мы сейчас делаем, это мы осознанно создаём свои программы, осознанно, ключ, осознанно создаём свои программы. Мы не бессознательно играем в чужие игры, чужие программы. Мы осознали программы, которые в нас были, и есть ещё, поверьте, очень много есть, всплывает, но мы уже выводим их на другой уровень сознания. именно когда ты осознаёшь, что ты можешь менять, и не то, что можешь, а ты это и делаешь всегда. Только осознаёшь, то, что мы тренируем сейчас. Просто создавать. Просто создавать. Создавать конкретно то коллективное, которое ты хочешь видеть в отражении. Человеку скажи, что это, погода вот плохая, да, почему не сделали погоду? А почему не попробовать? А почему не позволить? Как это? Ну, вы уже вообще замахнулись. Да при чём здесь замахнулись? А почему не позволить себе? Почему не позволить поиграть в эту игру? На самом деле, когда ты осознаёшь весь принцип работы психики, да, весь механизм, а в принципе мы прошли её всю, целиком описали, и мы видим, как работает эта мир Каба, мы видим, как происходят вывертыши, как создаются миры, игровые для того, чтобы человек это проживал, как создаются сюжетные линии, какие сюжетные линии включают время, какие не включают, как идёт подключение к физическому телу. Это всё процессы, которые происходят в психике, которые недоступны человеку, но которые мы не просто видели, которые мы уже используем, имеем психотехническую базу для работы с этим, и которые мы поописывали, да, и мы понимаем, что вот видя, осознавая это, сейчас можно, можно уже экспериментировать и играть в игры более широкого масштаба, но к этому надо было прийти, пока ты не видишь, как работает вся система целиком, вклиниваться в неё очень тяжело, для того, чтобы вклиниться, надо стать шире системы и видеть, как это всё устроено, и здесь получается, вот восприятие, в котором мы сейчас постоянно проживаем, это всегда двойное восприятие, и есть практика тренировки двойного восприятия, вот эти переключения, я играющий, я наблюдающий, да, они очень сильно помогают, когда вы перещелкиваетесь, вот вы вроде бы наблюдаете за игрой, да, и в то же самое время для того, чтобы сыграть, вам надо стать создающим, я создающий, и когда вы создающий, создающий, это уже элемент играющего, и вот эти все переключения ваши, это по сути дела, осознанная игра со своим зеркалом, вопрос ключевой тогда возникает, а что вам интересно прожить, куда направить внимание из интереса, вы можете направить внимание туда из-за того, что вас коллективное принуждает это, да, то есть зайти в чужой интерес, либо ваш интерес, и вот смотрите, оказывается, что коллективное борется за ваше внимание, оказывается, где внимание, там Бог, потому что это Бог обладает вниманием, Богу принадлежит внимание, но тогда надо принять, что это Я, блин, а как это сложно принять, да, даже вслух многие не смогут вымолвить, а именно, кто смотрит через ваши глаза, Бог смотрит через ваши глаза, и Бог смотрит и создает то, что Он хочет видеть, то, что Он проживает, но когда Он спит, тогда за Него, захватывает Его внимание и создает коллективное, и тот вынесенный Бог, который не Я. А спит когда? Когда вынесено Его, и вот настоящий Он вынесен Бог, Бог вынесен, вот тогда Он спит. Когда есть автоматическое отражение в зеркале, когда нету осознанности. Когда именно играет зеркало, так и хочется сказать. Когда играет зеркало, и зеркало навязывает правила игры. Не вы являетесь, отражаете зеркаль, а зеркало отражается в вас. И тогда человек неосознанен, когда он Бога вынес из себя, и когда он Его в себе не осознает. Блин, ну это же все сложно. Мало того, что это осознать, и чтобы осознать, надо это прожить на своем опыте. Где столько опыта-то набраться? Вот для этого и нужны коллективные погружения, и для этого нужны вообще вот эти штуки, которые мы делали. Мы же проходили путь и делали это все опять-таки для себя. Потому что мы сами проживали это, и благодаря вот этим погружениям, практикам и курсам мы сами очень многое, что поосознавали, и систематизировали. Потому что это наш, наш настоящий искренний интерес. И наш путь. Наш путь. Здесь все, именно ключ в том, что наш интерес, он искренний. И тогда, если посмотреть на Бога, так что, что да, есть Бог. Внимание, соединенное с интересом. Внимание всегда идет за интересом. Всегда. Если вы направляете внимание, интерес где-то в другом месте, то создание не происходит. Вы тогда автоматически что-то можете делать с физическим телом. Все. На этом опции заканчиваются пределами физического тела. Да. Если ваш интерес вынесен в деньги, вы там. И тогда мы можем видеть, как выгодно, как выгодно коллективному увлекать в чужие игры через те же деньги. Потому что человек забывает про чувства и про интерес. Он забывает про свой интерес, и он бежит, как ослик за морковкой. И в то же самое время человек забывает ту опцию, которая есть в его психике, она является ключевой. Человек может наделить интересом любое свое действие. Да. Осознанно. Именно наделить. Потому что интерес – это абсолютно управляемая опция в психике. Эта опция, она может быть соединена. Да, она как рубильничек. Включает внимание. И говорит, вот туда направляем внимание, вот в эту дырочку. Нет, теперь вот в эту дырочку. Теперь вот в эту дырочку. И можно вот этот рубильничек осознанно включать. И даже, вот неинтересно вам чистить картошку. Можно сконцентрировать внимание и у вас на это есть разум и найти интерес в этой картошке. И тогда вы будете создавать сразу и вкусную еду, и все, у вас это все будет легко получаться. Вам не надо будет долго думать и делать по рецепту. Потому что мы не можем жить и просто вот есть много чего, чего мы не можем не делать. И это может нам быть неинтересно и неприятно, и нет желания. И тогда смотрите, как возникнет желание и возникает, начинает лень, ложь и пошла игра. А когда ты осознаешь, что тебе надо, ну надо тебе это сделать, ну да, тебе не хочется. Создай интерес. Найди здесь интерес. Все, твое внимание. И ты уже создатель. И у тебя уже интересно. И вот здесь начинается уже искусство. Здесь начинается действительно красивое создание из чистого, искреннего интереса. Ведь первичное разделение на я и не я, на индивидуальное, коллективное происходит на лени. Я это не сделаю. Сделайте мне. Мир должен мне это сделать. На выносе Бога, на выносе своей силы. И злость пошла. И агрессия, и раздражение, и напряжение, сопротивление. И пошло, понеслась Путина. Опять-таки, те же самые инстинктивные реакции. Снам Путина. На чем они основаны? На оленей, на лжи. И они уже в инстинктах. И человек говорит, это же инстинкт, я не могу этого изменить. Я не могу. Почему ты не можешь? Ты же человек, ты же сознание. Ты сознание, создающее. Ты создающее сознание. Если ты создающее, создающее сознание, ты можешь менять. Почему ты говоришь нет? Ну, потому что это, в эту часть вынесено. Опять-таки, мы не создатели, Бог создатель. А кто Бог? Так вот, элемент возвращения, вот этой вынесенной части Бога в себя, он невозможен без банальной благодарности. Да. То есть любая игра сворачивается на Бога. Через благодарность. Только через благодарность. Вот вы осознали эту игру, вы сейчас уже находитесь в этой клайке, она вас не устраивает. Ее надо через благодарность свернуть, осознав в себе Бога, вернувшись к себе искренне, мой настоящим, создать другое и развернуть. При этом вернуть в себе ответственность за то, что, за эту клайку вернуть. Иначе благодарность не будет искренней. Смотри, как уставок. Вообще, я умрел. Она не будет искренней. Только когда ты вернул ответственность, когда ты вот в эту клаку свою осознал, для чего, как ты ее создал, почему, вот именно ты ее создал, вернул, зачем, и ты отсюда взял для себя, взял знание, опыт. Опыт получил, знание получил. Она, благодарность, она как чистый родник, она не может не появиться, когда ты осознаешь суть всего создания. Она в тебе как чистый родник, благодарность. Все, она смывает все. И у тебя ты, вот, благодарность, и теперь ты можешь создавать из благодарности новую жизнь. На лжи, на, просто поговорив, да, я благодарю, благодарю, ты не построишь. Потому что, тебе тут же, твое зеркало извне, оно тебе подсветит любой момент. И в тебе сразу раз вспыхивает раздражение, раз, второе раздражение. На самом деле, это благодарность этим людям или ситуациям этим, что они тебя подсветили. Ты лжешь себе. В тебе есть это раздражение, тебе есть агрессия, ты реагируешь. И на самом деле, есть тоже благодарность. И тогда ты действительно благодарен, благодарю. И сворачиваешь. А теперь смотри, вот сейчас люди слушали, слушали. Так, вы не рассказали, где конкретно Бог, кто Он конкретно и зачем Он конкретно. Вы не сказали? Тогда в трех словах. Он — это вы. для того, чтобы познать себя. Это ответ на вопрос, зачем? И где? Вас. Вас. И вы смотритесь в зеркало. Вы смотрите в зеркало, и вот эта внешняя реальность, вы ее создаете, как свое зеркало. И у каждого свое зеркало. И каждая наша жизнь, и каждого жизнь, на самом деле, это каждый раз надежда на то, что надежда тебя самого... Чтобы он вспомнит себя. Да. Что ты вернешься к себе. Что ты вернешься. Ты за этим приходишь. И поэтому, кстати, я вот опять-таки зашлюсь сейчас в Инстаграм, когда залаживаю. Мы сейчас активно двигаем ТикТок и Инстаграм. Много приходится времени этому уделять. И каждый раз, когда я вижу человека возрастного, который там рассуждает о жизни, очень много, очень много, не все, но очень много, когда человек озлоблен. Озлоблен и говорит, жизнь там такая, жизнь сякая. И вот опять-таки год 21-й тяжелый и так далее. Почему человек так делает? Потому что он не осознает чего-то из прожитого опыта. То, что он должен был извлечь, как опыт, а он не извлек. А он это отодвинул от себя, это не я. И тогда у него это ложится тяжестью за спину. Он это будет осознавать в следующей жизни. Или в этой жизни, потом в виде болезни и так далее. И вот эта тяжесть, она создает понижение состояния, когда человек не хочет принять груз. Груз. Представьте, что груз камень. Тяжело, жизнь такая. И человек не может выйти в состояние благодарности, чтобы эту игру закрыть. И с возрастом вот этот груз, он просто давит, накапливается и говорит, ну осознай, 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 пока еще в этом теле осознай. Тебе меньше на следующую жизнь ляжет. А человек не отпихивается, отпихивается. И потом за полчаса до смерти, когда включаются вот эти инкарнационные дуги и весь механизм по передаче информации, и он пролистывает свою жизнь и видит, опять ушел от себя. А возврата нет. Возврата уже нет. Уже с этого момента ты не вернешься. И вот боль, вот эта боль, да, и в этот момент человек в основном, как правило, вот видя свою жизнь, прокручивается, как лента. Ты встречаешься сам с собой настоящим, и ты видишь свои ошибки. И в этот момент, представьте, вот эта лента, она тебя уносит, твое сознание, еще больше в боль, и ты понимаешь, блин, как я ошибся. и сознание в этот момент подключается. И следующее непрощение своих ошибок. На этой частоте. И пошел. И вот этот груз, который ты несешь из жизни в жизнь, да даже в течение этой жизни, ты не прощая каких-то своих ошибок, перекладывая эти ошибки на кого-то, обвиняя, ты все больше и больше делаешь тяжелее этот груз. И ты тянешь, тянешь. И передаешь породу, передаешь детям своим, передаешь эти программы. И поэтому люди, кому вот за 50, особенно кто там преуспел в бизнесе, вот все у него есть, да, а груз вот этот тянет, рвет, рвет, рвет душу, рвет изнутри, потому что осознай, 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 не деньги были главными, не вот все, что ты считал главным в жизни, оно рассыпалось уже, ты это имеешь. А счастье не пришло, а благодарности нет, а игра не завершается, и ты не пришел к себе искренне, не мой настоящему, и ты проиграл эту игру, ты не выиграл. Вроде ты в шоколаде, но ты проигравший. И получается, человек это чувствует, особенно те люди, у кого развитая интуиция, они это чувствуют, это рвет изнутри. И тогда что делают люди? Они начинают искать Бога. А где они Его ищут? В религии. И уходят еще дальше. От себя. И еще дальше зарываются. Потому что каждый раз от себя, от себя, от себя. Потому что, а искреннего и настоящего то и не было. Профукал жизнь. К себе не вернулся. О себе солгать невозможно. То есть Бог все видит. Ну правильно, это же ты. Ты все видишь, все, что ты творишь. Другой вопрос, ты даешь этот момент оцеплен? Правильно, ты сам себя накажешь. Ты сам себя наказываешь. Все верно. Бог там дарит подарки. Правильно, ты сам себе даришь эти подарки. То, что ты позволяешь. Бог тебе подсказывает, конечно, ты сам себе подсказываешь. Ты сам себе даешь знак. Очнись, включи мозг. Ты сейчас неправильно делаешь. И для того, чтобы что-то сделать, ты себе даешь знаки. Да. Потому что это же ты творишь эту внешнюю реальность. Если ты осознаешь это, а если не осознаешь, ты говоришь, ой, Ко мне явились Духи и помогли мне Прикольно, какая игра Игра человека автоматического Игра человека осознанного На самом деле, когда В Homo sapiens, да, человек разумный Но в автоматизме нету разума В этот момент, когда человек в автоматическом Идет режиме, разум отключен То есть когда Бог вынесен наружу А разум поставлен на автомат, да, а то нету Когда Бог вынесен наружу То разума нет Есть программа ума, которая создает Иллюзию разумности Но программа ума Это та программа, которая сформирована На эту текущую жизнь Это кусочек разума на эту текущую жизнь И он запакован теми программами Которые нужны, чтобы адаптироваться К тому социуму, который ты создаешь Для наилучшего проживания данного Сюжета, который у тебя хранится уже в рюкзаке Который неосознан с прошлого И так каждый раз Ум – это та капсула, которая С тобой все время идет, идет И она тебя держит в рамках И эти рамки твои, они крепчают Крепчают, крепчают Пока ты не включишь разум Пока ты не выключишь автомат А разум, он только в осознанности Разум подключается через осознанность И на самом деле именно он и развивается В процессе получения и осознавания Жизненного опыта И уже из состояния разума Да, из состояния разума Можно создавать Да, автоматические программы Для того, чтобы ты почувствовал вкус жизни Для того, чтобы ты не был Чтобы кайфануть Для того, чтобы ты не был Каждую секунду в моменте здесь и сейчас А чтобы ты мог насладиться красками жизни Иногда и просто полежать И просто словить кайф от бытия Потому что мы враньем Да Когда ты уже сам создал Но это все ты сам Так интересно На самом деле это настолько увлекательно Настолько интересно Одна из самых крутых игр, которые можно было придумать Просто невероятная игрушка Невероятная игрушка И она на самом деле настолько крутая И настолько реальная И она настолько живая Вот просто, да невероятная Она живая, она растет Ты осознаешь эту игрушку Она крутая, она реальная Она живая Она дышит, она растет Она развивается И при этом это игрушка Игра И это все ты И это все ты И это все ты создаешь своим сознанием Либо в автоматическом режиме Тогда это создает тебя Либо в режиме осознанности Тогда ты создаешь Два режима И кстати Вот из-за того, что и существуют Эти два режима Поэтому так сложно работать С теми же самыми болезнями Даже получается со взрослыми работать легче Чем с детьми А с детьми получается сложно работать С аутиизмом, с умственным отставанием С такими заболеваниями Почему? Потому что надо сперва Полностью Перекрыть вот эту часть Которая находится в подсознании Полностью перекрыть Вынесенную часть Не я А как ее перекрыть? Это же тяжело Это же Игра сворачивается А если нет игры Тогда что? Тогда страх Тогда страх И вот этот момент Сворачивания болезней Страха Во что же я играть буду? Этот страх есть у каждого человека И у каждого родителя И абсолютно у каждого человека У которого забираешь болезни У человека страх Во что же я буду играть? И это про осознанность И тогда получается Болезнь мы создаем сами Для того, чтобы было во что играть Особенно возрастные болезни Особенно возрастные Родовые там и так далее Сами себе перекидываю А когда человек к нам обращается С какой-то своей болезнью И ты ему показываешь На чем она То есть как ты ее создал? Откуда ты ее взял? Зачем? Для чего? Человек отрицает Нет Не может быть Это безумно Это во мне нет Во мне нет этой злости Во мне там нет Этой агрессии Я хорошая Я хорошая Я люблю всех Я стараюсь Я там пишу Прохожу зеркало Но ты при этом Не открыт в себе Ты лжешь сам себе Ты открой в себе искренность Позволь себе Быть искренним Больно Из-за этой боли Человек разворачивается Не хочу видеть эту боль Нет Лучше я скажу Нет Это не я Это он виноват Или она виновата Даже подсказки Вот которые мы даем В среднем Человек реагирует На подсказку В течение трех месяцев Взрослый человек Реагирует Просто человек Написал И ему говоришь Вот это Разверни внимание Оттуда И человек О нет Проходит три месяца Ой до меня доходить Что-то Начало Что-то похоже И вот этот момент Включения в споры В дебаты Мы понимаем Что человек слеп Не видит И не хочет видеть Значит не пришло время Значит боли еще мало Надо боли добавить И тогда он развернет больше Значит механизм заржавел Поворота к себе нет Так это работает Так или иначе Логов себе вспомнить придется Так или иначе Вернуться к себе придется В этой жизни Через 10 Через 50 Через боль Через лишение Еще через что-то Это вы сами себе даете На самом деле Для того Чтобы каким-то образом Знаете Как мячик в лунку загнать Вот вы его гоните 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 Этот мячик не гонится В эту лунку Уворачивается Отворачивается Убегает от нее подальше И все равно Когда-то будет чпок И лунка Вопрос Когда В этой жизни Или через 20 В лунку Это когда Вы все-таки Вспоминаете Что бог в вас В этой жизни Это когда Вы А вспомнить его можно Через благодарность Через управление вниманием Через управление интересом То есть это Это определенные психические механизмы Которые позволяют Докатиться до лунки И вот увидеть края лунки Глубину лунки Форму лунки Там и так далее Вот Это все про внимание Про интерес Про благодарность Это все про осознавание Без них ничего невозможно Почему невозможно Вылечить человека Потому что невозможно За него осознать Зачем ему болезнь Даже ты Если ему проговоришь То он понимает Это другой механизм Это механизм ума А разум при этом Не включается То есть только через осознавание Человек выходит из болезни Он осознает И пошел на выход И тогда болезнь не нужна И он при этом меняется Потому что когда он осознает Он начинает становиться другим И тогда за жизнь Действительно не меняются Роботы-автоматы Они проживают По автоматическому сценарию Всю жизнь И все Жизнь профукана Робот-автомат Отмолотил Для чьей-то игры Для чьей-то во внешнем В момент смерти Очень обидно Когда ты осознаешь Что весь свой ресурс Распылил На все внешнее На чужую игру И ты не был индивидуальностью Потому что ты вынес из себя Ответственность А ты ведь в этот момент Помнишь Блин А я же шел кайфануть Я был уверен Что я сыграю Что в этот раз Я сыграю И Пошло сознание В новую игру А в новую игру Он уйдет со старым рюкзаком Точно так же Как день-ночь И снова день Как заснули Так и проснетесь Вот попробуйте Заснуть Недовольным Слым Усталым Утром Как вы выспитесь Тяжелые И сны будут тяжелые И плохие Все А засните счастливым У вас сны будут красочные И вы утром проснетесь Счастливым Ну может быть У кого это редкость Счастье Когда вы засыпаете Тогда нет Вы можете заснуть счастливым Ночью какие-то сны Увидеть Не очень Потому что Это редкость Счастье И тогда утром Вы просыпаетесь Вы начнете вспоминать Эти неприятные сны И ваше состояние С которым вы проснулись Состояние счастья Оно будет угасать Угасать И вы будете себе потом В течение дня Доказывать Это сон виноват Вот я и приснил Поэтому у меня Что-то случилось Это Бог послал С коллективного С коллективного С религиозного Еще с какой-нибудь Я вообще сейчас Я просто на самом деле Кайфую От наших осознаний От наших вот этих Глубины Да Интерес Он еще больше Скажи Он еще больше Интерес еще больше Ну вот смотри Для человека Который Вот он там Слушал-слушал У нас сейчас Мы уже будем заканчивать Слушал-слушал И говорит Так все-таки Я же не знаю Как эта жизнь закончится Как Бог меня приберет отсюда И что он мне В следующую жизнь накидает Но если вы не знаете Если вы не готовы Вообще слышать У вас две пробки Стоят в ушах Тогда просто Обратите внимание Вот как вы провели Этот день Да Как вы провели Эту ночь И какой у вас Следующий день И так можете Сколько предыдущий день Да Отличается от последующего Да И вы увидите Что ни хрена не отличается И хотя бы даже так Семь дней проследите И посмотрите И вот вы увидите Что Вот это называется Циклическая ошибка И человек из жизни в жизнь Жует одни и те же сценарии Играет в одни и те же игры Господа В книге Вот В инфодайм Знания Описаны Все 11 игр В которые играет человечество Их всего 11 Из них 5 на разрушение 5 на созидание И бортик Гурт Это когда тот Психически выворачивается В созидание В разрушение В созидание В разрушение В созидание В разрушение Вот сейчас Мы проходим Сейчас мы проходим игру, где большинство людей в сознании играется в разрушение, в коллективное. Коллективное сейчас настроено на разрушение, борется за разрушение. Это выгодно, на этом зарабатываются деньги, на этом идут куча игр. Но в основе вот этой кучи, которая выглядит разнолико, потому что она описана в разных декорациях, но на самом деле это одна и та же игра. Война, независимо, была она в 1917 году, была она в Великой Отечественной или Второй мировой, или она сейчас идет в Сирии, или еще где-то. Она все равно война, суть от этого не меняется. Но декорации, там были танки, а там танков не было, а там были барабаны, а там были пушки и конница. Война война. Декорации были разные, а когда-то были еще и луки, и мечи, и сабли, и все, что хочешь. Но от этого война не поменяла суть войны. Напряжение, сопротивление. Напряжение, сопротивление. Это все игра в разрушение. И только перейдя гурт, коллективное, ансамбль или стадо, в переводе с белорусского. Гурт. Вообще, люблю белорусский язык. Не просто так. И только перейдя через гурт, можно играть в созидание. Но тогда через гурт надо перейти с благодарностью. А что такое благодарность в гурте? Я сейчас скину одну самую сумасшедшую вещь, которая даже вслух говорит запрещено в обществе. Вот смотрите. Гурт ведь он же тоже имеет в таком случае вот это ребро монетки. Он же тоже имеет свою чистоту. Это же коллективное как раз. Как через него перейти? Если вы переходите через программу «Должен», то вы заваливаетесь в игры в разрушение. А если вы переходите через программу «Благодарность», вы заваливаетесь в игры созидания. Это другие игры человечеству. Сейчас они незнакомы. Но их можно начать играть. Человечество в глобальном масштабе. Но есть люди, кому они знакомы. Но это уже только с индивидуального пока возможно. И вот смотрите. Вот этот вот гурт, оказывается, если мы положим на государство, система налогов. Это должен или благодарен? Вот он вам переходик. Это должен, господа. И насилие через должен идет в разрушение. А теперь смотрите. Билл Гейтс. Он, наверное, такой глупый чувак, когда ушел в благотворительность. С возрастом. Его же тоже точно так же этот рюкзак тянет. И он ни хрена точно так же не осознает. Но интуиция у него офигенная. И куда он ушел? Благотворительность. И тогда что он делает? Я понимаю, что это уход от налогов. Да, в его случае. Но при этом это выплата. Вознаграждение через благодарность. И смотрите. И это дает развитие и подъем. И возможность развития. Действительно духовного развития. Не через ограничение, а через расширение. Но опять-таки сознанию. Но это не государственный масштаб. Это индивидуальный масштаб. Сознанию осознанному. Потому что благодарность, благотворительность. Смотрите. Как внесена в религии. Все должно быть бесплатно. Ты должен раздать. Должен. Должен. Все, вот оно. И вопрос, кто жадный. Да. Все, вот оно. А теперь смотрите. Подмены какие-то. А теперь смотрите. Казалось бы, да. Вот то, чем мы занимаемся с Наташей. И можно сказать. А почему вы это не раздаете? В бесплатном доступе. Да потому что сознание, не осознающее. Получив эти знания, оно его просто распылит и обесценит. Просто вот размажет. Не мечите бисер. Вот они слова. Эти слова не смогли изъять из Библии. Они там нет. А они просто описывают. Кстати, в Библии есть много таких вот интересных моментов, которые там остаются. Да. Которые не смогли переврать. Но при этом людям либо выключили мозг, чтобы они на эту тему не думали. В коллективном. Да. Либо ограничили. И направили. А ты внимание здесь вот туда направляй. На подмену. Нет, нифига. Метать бисер нельзя. Человек должен дойти сам. Дойти и взять всё сам. По мере развития. Сознание должно быть готовым. Осознанным. Готовое сознание. Если сознание не готово, то это... По мере развития и добудет. Разрушение. Да. И вот этот переход, мне очень интересен переход общества на слой благодарности. Я бы хотела, чтобы началось это с Беларуси опять-таки. Потому что здесь вот есть все условия, просто идеальные условия. На самом деле это так. Чтобы кто не говорил. Для того, чтобы общество перевести в благодарность. Вот даже здесь есть уже примеры узкого масштаба, которые могут рассматриваться уже через лупу и говорить о том, что можно это сделать просто широкого масштаба. Вот тот же самый Буцловский костёл. Он сейчас начал работать. Религиозная тема при этом. Но при этом начала работать на каких деньгах? На быстренько собранных людьми в знак благодарности. В знак благодарности тому человеку, который там работал. Да, это через религию. Но есть разные люди. И там тоже есть благодарность. Ну так много. Так много. На самом деле. Здесь подмена ещё какая? Здесь есть подмена, я согласна. Но когда человек осознает, как коммунизм строится. Вот помни, там же тоже подмен было много. Коллективное выталкивало. Но это давало развитие. Да, развитие. Потому что даже коммунисты осознавали, только через благодарность можно быстрый рывок экономики совершить. Без благодарности не совершишь. Как только должна, всё. Через должна не совершишь. А через вот этот вот рывок. Вот через должна строились там эти бамы, железные эти всякие пути, соловки и так далее. Вот это через должна. Кстати, да. И всё, что было в послевоенные годы, когда эта тема закрылась и пошла тема «благодарю и хочу». И вот сейчас почувствуйте, кстати, вот это вот, когда искренность, благодарность, да. Благотворительность в благодарности именно. Смотрите, вот это. Ведь каждый из нас сейчас очень хорошо может почувствовать, да, я могу это сделать. Так вот это и есть вы искренний. Вы тот сильный. Я могу поблагодарить искренне. Вот этот чистый вы. Я могу поблагодарить искренне того, кто искренен со мной. И здесь смотрите, как тогда искра к искре зажигается, от сердца к сердцу. И тогда идёт волна искренности и открытия. И тогда друг другу мы помогаем в развитии, а не в деградации. Но только никогда стоит условие «ты мне, я тебе». Нет. Когда идём мы именно в искренности. Когда я просто благодарю. Вот когда волна вот эта, да, волна поднимается, именно вот эта. Давайте поможем построить там храм, да. И люди ведь все действительно имущие, не имущие. Они с искренностью вот с этой и быстро храм строятся. Вот она, вот она та частичка вас. Вот та прям, знаете, как окошечко открылось. Вот это вот окошечко нас, чистых и искренних. Мы коснулись самих себя. Но она только лишь приоткрылась. И тут же закрылась, когда ты не осознаёшь самой сути себя. Оно приоткрылось, ты, о, и тут же ты начинаешь дальше входить в программы свои. Пошёл, да, там уже пошло. Искренняя благодарность, искренняя благодарность творит чудеса. Неподмена должен. Неподмена я спасаю. Неподмена я помогаю, я ещё что-то. Нет, это всё подмена. Это программы, да, подмены. Ложь, это уже всё, игра пошла. Да, и благотворительность тоже на большом количестве подмен сидит. А именно искренняя благодарность, она выводит в развитие. И вот этот момент включения благодарности, это, как правило, большой экономический рывок. Я бы хотела, чтобы это было в нашей стране. И не только в нашей стране. Это вообще про осознанность мира. Потому что там всплывают следующие шаги. Если человечество действительно начнёт развиваться, и как планируются инопланетные игры, то тогда игры в государство, они не имеют смысла. Иначе человечество обречено на то, что оно будет очень быстро истреблено. Но это всё отдельные большие такие штуки к осознаванию. В зависимости от того, в какие игры, в каком секторе, пять разрушающих или пять созидающих. Но в любом случае через гурт перейдут только через благодарность. По-другому не получится. Не перелезешь. И Бога так или иначе придётся в себе открыть. Потому что, когда вы начинаете выходить в благодарность, вы смотритесь в чистое зеркало и осознаёте себя настоящим. Потому что в нём вы видите только себя. Себя разрушителя или себя созидателя. И это ваш выбор, в какую игру играть. И вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. До встречи, друзья. До встречи. Сегодня вечером у нас классное погружение. Оно будет сегодня в 20 часов. Подключайтесь к нам. Там именно мы будем рассматривать каприз. Когда человек говорит «хочу» и требует это «хочу». Почему во многих случаях это «хочу» не может быть проявлено априори. И почему именно каприз является тем основанием, через которое очень быстро можно всё материализовать. И в чём разница, почему человек завалится сюда, а не сюда. Это всё сегодня на погружении. До встречи. До встречи. Присоединяйтесь.